В любой момент 12 миллиардов тонн воды находятся в атмосфере и ждут своего часа, чтобы выпасть в виде осадков. Тем временем внизу больше 37 триллионов кубических метров воды омывают нашу планету, бесконечно стекая вниз. Большую часть времени мы можем пользоваться ее мощью. Но выходя из-под контроля, вода причиняет наводнение. И уже ничто не может ее остановить. Лас-Вегас. Второй по засушливости город Америки. Его окружает пустыня. Шерри Свенкс уже 15 лет работает здесь синоптиком. Наш климат считается сухим, жарким, довольно суровым. А если прибавить к этому наводнение, то это вообще безумие. 9 августа 2003 года над Вегасом собрались горзовые тучи. И меньше чем за час вылили на город годовую норму осадков. В тот день наша пустыня просто затопила водой. Противопаводочные резервуары, предназначенные для защиты города, переполнились. Противопаводочные водохранилища сделали свое дело, работая на полную мощь. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Из воды в тот день спасли больше 60 человек. Пришлось эвакуировать по воздуху даже пожарных. Сила текущей воды просто невероятна, потому что движется быстро и при этом набирает скорость. Скорость текущей воды по дороге, слоем в 15 сантиметров, может достигать 45 километров в час. Она очень мощная и представляет серьезную опасность. Всего 15 сантиметров воды достаточно, чтобы сбить вас с ног. При такой глубине давление может достигать 300 килограммов. И этого достаточно, чтобы сдвинуть с места машину. Поток полуметровой глубины может перетаскивать тяжелые машины. Такие, как эта груженая бетономешалка. И чем круче склон, тем мощнее поток. Баталину повезло, что они выжили в этом испытании. В США 60% жертв наводнения погибают в своих машинах. Погода, грозы, вода. Все это влияет на людей и может перевернуть все с ног на голову. Просто в считанные секунды. Чем быстрее течет вода, тем она опаснее. Даже незначительное увеличение скорости способно превратить ручей в смертельную ловушку. Эта женщина в Турции попала в бегу, пытаясь пересечь поймаводную реку. Чудом она стала жила. Наводнения бывают невероятно разрушительны. Когда поток пронесся через маленькую английскую деревушку, ущерб был ужасающим. Поток был очень мощный. Вода швыряла машины в здание. Шестисотлетнее здание кафе Трикси Вепстер начало разваливаться. Вода хлынула в дверь, в окна. Каждая машина, проплывавшая мимо, врезалась в дом. И он просто исчез. Вот он стоял, а через минуту его уже не было. У дома не было ни одного шанса. Он просто развалился. В тот день через Госкастер пронеслось больше полутора миллиардов литров дождевой воды. Под угрозой были жизни почти тысячи человек. И спасатели начали крупнейшую спасательную операцию с воздуха с времен Второй мировой войны. Через два часа наводнение начало спадать, обнажая оставленные после себя разрушения. Кругом была разруха. Просто поразительно, как река может изменить пейзаж. Удивительное ощущение. Это было похоже на зону боевых действий. Просто кошмар. Машина, наваленная одна на другую. Здания с торчащими из окон деревьями. Было трудно с этим смириться. 84 разбитых автомобиля лежали у входа в гавань. И тут же начались поиски жертв. Через деревню протащило десятки машин. Потоки бывают настолько мощными, что могут сдвигать 10-тонные валуны. Невероятно, но в том наводнении никто не погиб. Карибское побережье. Поэтому, когда в следующий раз пойдет дождь, посмотрите на небо. Возможно, самый смертоносный природный катаклизм уже в пути. Субтитры создавал DimaTorzok